Она Дарит свою заботу и любовь, вдохновляет на подвиги. Она – источник доброты и сострадания. Она проста и непостижима. Кто она? Женщина. Как разгадать тайну природы женщины? Девочка у меня одна на консультации была. Ей, наверное, около 20 лет. Она мне рассказала историю, что такая была у нее не очень непутевая подростковая жизнь. Она употребляла интоксикации, она курила, пробовала наркотики принимать. У нее были разные отношения. И у нее пришло осознание. Осознание того, что что-то в ее жизни не так. И она привела пример. Она сказала, что у нее родилась аналогия. Ситуация, когда ей дали большую сумму денег и сказали, вот выбери все для свадьбы, все, что ты хочешь. И я пошла за свадебным платьем, но по пути заходила в разные заведения и все эти деньги потратила. И когда я дошла до магазина, где я увидела платье своей мечты, я поняла, что у меня уже нет денег. И она говорит, у меня ощущение сейчас такое, что я подошла к брачному возрасту, но я пустая. Я пустая, я не могу ничего дать в отношениях. Многие думают, что любить можно во второй раз, в третий раз, в четвертый раз, как и в первый раз. И что отношения можно иметь второй, третий, четвертый раз, такие же, как и в первый. Для наглядности давайте посмотрим на этот график. Ось Х – это время жизни. Ось Y – это уровень развития личностных качеств. Научные исследования в области женской психологии доказали, что основные качества в девочке заложены с рождения. Чистота, нравственность, забота о детях, семье. И основная ее задача – сохранить и проявить эти качества. Это можно сравнить с батарейкой, которая изначально уже имеет заряд. Мальчик, напротив, с рождения не имеет внутреннего понимания мужских качеств. И его задача в том, чтобы развить в себе эти качества, преодолевая трудности, препятствия в жизни. Его можно сравнить с аккумулятором, который нужно зарядить. Мужчина действительно по своей природе, он подобен аккумулятору. Он заряжается в течение всей своей жизни, он все ситуации жизненные, все трудности, они в нем вызывают накопление энергии. И мужчина с возрастом, вы даже можете увидеть, что он становится более такой и красивый, и зрелый. В то время как природа девушки, она полностью наоборот. И девочки, к сожалению, не думают об этом. И когда девушка, знаете, как яблоко, если его со всех сторон надкусили, то яблоко, оно не будет никогда целым. Я, например, проконсультировал тысячи женщин, и я могу сказать, что многие вдруг просыпаются в 35-40 лет и говорят, «Ой, оказывается, семья важна, куда я шваня, туда». Потому что ее настроили эти дурацкие современные фильмы. Или это современная идиотская пропаганда, что надо женщине быть развратной, что карьеру ставить в голову угла и так далее. И вбили какие-то идеи, и она живет согласно этой идее. Как показывают исследования, наиболее крепкие и счастливые браки создаются там, где в обществе соблюдается нравственная чистота, а половая распущенность считается ненормальным явлением. Нравственная чистота – это воздержание до брака, верность в семье, отсутствие вредных привычек и манера откровенно одеваться. Это – культурная речь. Мужчина, планирующий с девушкой серьезные отношения, ценит именно эти качества и готов заботиться о ней. И наоборот, девушке, растратившей нравственную чистоту, тяжелее создать семью, сохранить отношения с близким человеком. О том, что семья является основой государства и благополучия общества в целом, известно было всегда. Интересный исторический факт. В начале Второй мировой войны Адольф Гитлер получил докладную записку от врачей Вермахта с предложением начать мирные переговоры с Советским Союзом, так как в результате проведенного ими исследования они пришли к выводу, что эту страну победить невозможно. В записке приводилась статистика. Немецкими врачами было проведено обследование русских незамужних женщин в возрасте до 21 года, плененных во время наступления нацистской армии. Свыше 90% из них оказались девственницами. Заключение было таково. Народ с такой высокой нравственностью победить невозможно. Исход войны это подтвердил. Искренне обидно за девочек, которые оказались обманутыми, может быть, обществом или даже какими-то людьми в рекламе, пиар-менеджерами, которые просто зарабатывают деньги и говорят «да, давай», и толкают людей на интимные отношения и на разгульный образ жизни, на какие-то достижения любой ценой. Изначально у девушки уже есть необходимые качества для создания счастливой семьи. Но в близких отношениях с парнями она теряет их, растрачивает себя. Это можно сравнить со скотчем. Чем больше ты его приклеиваешь, тем меньше у него способности клеиться. Так и наше сердце. Чем больше мы вступаем в отношения, тем меньше у нас способности по-настоящему полюбить. Может, сейчас тебя будут считать белой вороной, но зато ты сохранишь себя для действительно твоего человека, который по-настоящему оценит и полюбит тебя. Сейчас у молодежи, у девушек большая проблема. Кажется, что надо быть по-свойски своим парнем в доску, поэтому можно ругаться матом, можно сквернословить, можно какие-то грубые слова говорить. И тогда ты будешь расцениваться как свой парень. Но на самом деле это не так. То есть, да, она может быть и будет своим парнем, но ее не будут воспринимать как девушку. То есть ее будут воспринимать как друга, просто какого-то мальчишку, но не как девушку. То есть она потеряет очень много. И когда она будет подрастать, она будет понимать, что мимо нее проходит все. Мы обладатели самого красивого, наверное, из всех языков на этой планете. Вот эти девочки, которые ругаются, ну это омерзительно. Они, собственно, разрушают свое тело, свой разум, собственно, и свою душу. И опять же, ну какой нормальный молодой человек с такой девушкой будет, извините, к ней с нежностью относиться? Да никакой. Поэтому эти девушки должны просто вслушаться в себя хотя бы, записать себя на микрофон и прослушать пару раз. Я думаю, им самим не понравится. На самом деле мужчину не привлекает девушка, которая груба, потому что он привлекается противоположно. И некоторые девушки думают, что таким образом они привлекут к себе молодых людей, но на самом деле это большая иллюзия. То есть они могут только отвернуть от себя, и они привлекут молодых людей только с определенной целью. Просто, ну, какое-то время понаслаждаться. Вот и все. А женщины — это вообще, это сакральная единица, которая создает тело нового человека. Это, я не знаю, это, ну это, скажем так, проявление Бога на земле, можно так сказать. Она создает жизнь. И когда создатель жизни курит, пьет и ведет себя похабно, простите, это ненормально. Насколько для мужчины важна в девушке нравственная чистота? Это наглядно показывает пример из жизни. Проводился опрос среди молодых людей. Парням задали три вопроса. Как вы относитесь к тому, что девушки курят? Только 42% ответили, что отрицательно. Как ты относишься к тому, что в твоей компании девушки курят? Уже 84% ответили отрицательно. Как ты относишься к тому, что твоя будущая жена курит? Буря протестов. 100% категорически против. Подсознательно мужчина, хотим мы тобой признать или нет, мужчина делит женщин на шлюх и с тем, с кем можно иметь детей и жить вместе долгое время. Понимаете, и гулящие женщины, они обычно не привлекают его. И женщине таким образом важно, ну, держать какую-то дистанцию и видеть, что мужчина ее добивается. Потому что мужчину он будет всю жизнь ценить тогда. То, что легко досталось, это не ценится особо. Насколько мужчины ценят в девушке нравственную чистоту, показывает и такой пример. Среди молодых людей проводили опрос. Представьте себе двух девушек. Одна в мини-юбке, яркая помада, посещает ночные клубы, много сексуального опыта. У второй девушки есть настоящие ценности и принципы в жизни. Она скромно одевается, хранит себя для своего будущего мужа. Какую из девушек вы выберете в жены? Матерью своих будущих детей. 98% опрошенных парней ответили, что они выберут ту, которая хранит себя для одного. У меня была такая ситуация, когда прям во время лекции я задала этот вопрос. Какую бы вы девушку хотели видеть на месте своей жены? 98% ребят, они поднимали руку и говорили, что мы хотим, мы бы выбрали ту девушку, которая хранит себя, которая имеет ценности. И девочки, которые сидели рядом с ними, и заметно было, что у них какие-то есть или были отношения, где-то пять девочек из аудитории встали, начали просто плакать. У них слезы на глазах появились, и они встали и вышли из аудитории. И потом, когда мы общались, они сказали, неужели я девушка на одну ночь? Я никогда не мечтала быть девочкой на одну ночь. Лика, привет! Подскажи, пожалуйста, как понравится парню? Некоторые мои подруги, подражая ребятам, курят, матерятся. И мне кажется, что в компании парней они как свои, ребята с ними больше общаются. Если он планирует серьезные отношения, то он будет искать девушку без вредных привычек, с хорошими манерами. А если он хочет просто развлекаться, то ему все равно, куришь ты или нет, как ты говоришь. И вообще, ты ему неинтересна как личность. Девушки чаще всего делают что-то для кого-то. Иногда говорят, что я делаю это для себя, мы одеваемся для себя. Но на самом деле девушка делает все для того, чтобы привлечь противоположный пол. Это природа так устроила. Девушке нужно разобраться, кого она хочет привлечь. Если она создает привлекательность на уровне тела, она привлечет того, кто будет интересоваться не ей, а ее телом. Если девушка хочет привлечь мужчину, который примет ответственность за нее, который будет внимателен к ней, будет проявлять заботу о ней, об их будущих детях, то привлекать нужно не телом, нужно привлекать характером, чертами женского характера. Мягкость, терпимость, способность принимать авторитет мужчины, способность говорить ему о его достоинствах, о его качествах. Это вот все, вот это чистое проявление женской природы. Вот, и поэтому она должна понимать, что она хочет на выходе. Если она хочет крепких, хороших отношений, если она хочет, чтобы ее любили, чтобы ее ценили, чтобы ее уважали, чтобы ее обожали, носили на руках, значит, она должна понять, что она должна вести себя определенным образом. Значит, она должна определенным образом одеваться, она должна определенным образом разговаривать, она должна общаться с людьми определенного круга. Один англичанин, приехав в Индию, обратил внимание на то, что женщины здесь сильно отличаются от европейских. Он заметил, что они закрывают свое тело полностью и спросил у одного индуса, почему так. В ответ тот достал из кармана две конфеты, одна была в обертке, а другая нет, и сказал, угощайся. Англичанин взял конфету в обертке. А почему ты взял именно эту, спросил индус. Ну как почему, она же чище. Так и наши женщины, ответил он улыбаясь. Если вы посмотрите традиционные культуры, наоборот, девушки как-то были завуалированы. Почему? Именно по этой причине. Потому что пусть мужчина привлечется от тобой как личностью, а не просто твоим телом. Лейка, подскажи, пожалуйста, как одеваться, чтобы парень обратил внимание. Стараюсь одеваться современно и по моде, но когда надеваю мини-юбку, часто чувствую себя некомфортно, так как замечаю в свою сторону похотливые взгляды. Но боюсь, если буду одеваться более закрыто, то не буду нравиться парням. Смотря какому парню ты хочешь понравиться. Открытая одежда привлекает тех, кто просто хочет воспользоваться тобой. Если парень планирует строить настоящие отношения, такая одежда его только оттолкнет. И поэтому, если тебе какая-то мода навязывает, как-то тебя раздевает и говорит, что тебе нужно подстроиться под сегодняшний век, не верь. Потому что есть вечное, настоящее то, что никогда не изменяется. Те ценности, которые ценит каждый настоящий мужчина. Очень часто, к сожалению, мне приходится наблюдать, как молодые девчонки передают друг другу, так, знаете, иногда даже со смешками, так очень, с таким чересчур легким отношением, информация о том, как можно легко предохраниться от нежелательной беременности. И вот даже если там какие-то отношения произойдут, ну что ты переживаешь? Ты вот там примешь таблеточку, одну, другую, и там совершенно можешь не бояться. На самом деле это же все не столь легко и не столь безопасно, как это пытаются представить друг другу подружки, или как это иногда преподносится в том же интернете. Они же все гормональные, и такой удар, мощный удар по гормональной системе, конечно, наносит иногда очень непоправимый урон. Абсолютная разбалансировка, и можно остаться навсегда бесплодной. Абсолютная разбалансировка, и можно войти в такое ожирение, с которым справиться будет потом очень тяжело. Чисто медицинская сторона этого вопроса очень опасная. Мне молодежь говорит, ну так что, есть же контрацептивы, все сейчас, современный мир, зачем так переживать, волноваться по поводу ВИЧ-спида. Действительно, раньше считалось, что безопасный секс – это исключительно использование презерватива. На самом деле, это резиновое изделие отнюдь не защищает от многих инфекций. Миф о якобы защитных свойствах презерватива является одной из главных причин распространения венерических заболеваний и спида. Презервативы производятся из полиматериала – латекса. По официальной информации, размер вируса спида – 0,1 микрона, тогда как размер поры латекса презерватива – 5 микрон, то есть в 50 раз больше. На фоне пор латекса вирус иммунодефицита можно сравнить с футбольным мячом в дверном проеме. Очевидно, что при таком размере он легко сможет найти себе дорогу. По данным американских ученых, риск заражения спидом при использовании презервативов составляет 31%. Поэтому Министерство медицинской промышленности США обязало их производителей размещать на упаковке такое предупреждение. Внимание! Презервативы не защищают вас от спида. Ну вот девочка подошла, она говорит, я боюсь потерять парня, если я не соглашусь иметь с ним интимное взаимоотношение. Лика, что мне делать? Я встречаюсь с парнем, и он мне говорит, если ты меня любишь, то докажи это. И предлагают мне интимные отношения. Ты знаешь, если бы он тебя любил, он такого никогда не сказал. Это означает, что он тебя не только не любит, но даже и не уважает. Потому что толкает тебя на риск забеременеть, сделать аборт, никогда не иметь детей, иметь чувство вины. Разве это любовь? Лика, привет, почти полгода тебе не писала. Помнишь наш с тобой разговор о моих отношениях? В итоге я тогда рассталась с этим парнем. Не так давно он сдал анализы в военкомат, и оказалось, что у него ВИЧ. Хотела поблагодарить тебя. Если бы я с ним тогда не рассталась, у меня сейчас бы был СПИД. Я не верю, что это любовь, если молодой человек, парень, он каким-то образом манипулирует чувствами девушки и просит ее, чтобы она доказала свою любовь тем, что будет иметь с ним отношения интимные. Я думаю, что это чистой воды манипуляция. И это даже не то, что не любовь. Он даже ее не уважает и даже не ценит, просто даже как друга. Единственное, что нас может уберечь от проблем, от нежелательной беременности, от абортов, от разбитых отношений, от разбитых сердец, это воздержание и верность. И это в первую очередь не для кого-то, это в первую очередь для нас. Многие говорят, что изменяет печать в паспорт. Если я люблю эту девушку, мне можно с ней иметь отношения, и что это изменит. Как мужчины и женщины относятся к гражданскому браку? Был проведен опрос. Мужчинам и женщинам, живущим в гражданском браке, задавали по отдельности вопрос. Есть ли у вас жена или есть ли у вас муж? 90% девушек, живущих в сожительстве, сказали, что живут с мужем. Но 70% мужчин, живущих в гражданском браке, сказали, что они холосты и находятся в поиске. Девушки идут на этот шаг, потому что кажется, что вот я сейчас поживу, а разницы нет, все равно мы вместе. Но на самом деле, женщины не получают абсолютно в этих отношениях никакой защиты. Мужчине нет вообще потом смысла жениться, потому что он и так уже получает. Все, что он может получить, он получает. Чаще всего, вот по статистике, гражданские браки не заканчиваются. Регистрация отношений. Еще лучше, что вы сегодня потусуетесь, гражданский брак. Ну, а сами так здесь, значит, встречаетесь, а глаз один смотрит, ищет, где-то я сейчас найду себе другого. Вот этот блуд такой, сейчас я найду себе другого. Она ищет, и он ищет. А вместе как бы вот это нарушение природы. Недавно мой молодой человек предложил мне жить вместе. Говорит, что любит меня, что надо получше узнать друг друга, а расписаться всегда успеем. Мне он нравится, и я боюсь потерять его, если откажусь. Если он действительно любит тебя и хочет создать семью, то что ему мешает зарегистрировать отношения? Просто общаясь и честно проясняя ожидания друг от друга, ты сможешь понять, твой ли это человек, прояснить, какие у него планы на жизнь, и не оставит ли он тебя в самый ответственный момент. Ведь в сожительстве выяснять это, может быть, уже будет поздно. Женщина, она жена, мать и хозяйка. То есть очень важно понимать, что именно в этом направлении надо развиваться. И только если женщина реализует себя в этих аспектах, она будет счастлива. То есть как жена, как мать и хозяйка. Да, она может пытаться строить карьеру, она может пытаться пробовать жить другой жизнью, но рано или поздно она придет к этому пониманию. Что реализоваться она может по полному. Только в этих аспектах. Девушка рождается с чувством материнства. Если вы возьмете любую девочку в этом мире, то вы увидите, как она играет в куклы. Она хочет уже кому-то что-то отдавать. У девочки это естественное желание «А как ты себя чувствуешь? А что с тобой?» Это уже проявление материнства. И поэтому, когда рядом сначала девочка, девушка, женщина, и рядом с тобой кто-то вырастает, то ты понимаешь, что это удивительное счастье. Перед тем, как прийти на землю, ребенок спросил у Бога, «Как же я буду там жить? Ведь я так мал и беззащитен». Бог ответил, «Среди множества ангелов я выбрал одного для тебя. Твой ангел будет ждать тебя и позаботиться о тебе. Но как я научусь понимать людей? Ведь я совсем не знаю их языка. Твой ангел будет говорить тебе самые красивые и добрые слова. И он будет очень терпеливо ждать, когда ты научишься говорить. Но я слышал, что на земле есть зло. Кто защитит меня? Не беспокойся, твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью». В ту самую минуту на небесах вдруг стало необычайно тихо. И малыш спросил, «Кажется, мне пора, но как же все-таки зовут моего ангела? Как его зовут, совсем не важно. Называй его просто «мама».» Сейчас многие люди понимают, что счастье – это получение удовольствия. Но счастье – это когда рядом с собой вырос счастливый человек. И вот у девочки изначально заложена эта удивительная тайна счастья, что она способна вырастить рядом с собой прекрасных людей. Вот это материнство. Материнство – это вырастить и отдать. Я верю, что у каждого человека на Земле есть второй шанс. Есть возможность измениться и покаяться в том пути, как человек шел. Покаяние – это значит развернуться на 180 градусов и пойти в другую сторону. И поэтому, если в твоей жизни, если в жизни человека происходят какие-то такие непоправимые, можно так сказать, ошибки, то я верю во второй шанс. У девушки есть цель, что она будет хорошей женой, матерью, у нее будет прекрасная семья, все будет у нее замечательно, но она делает поступки, которые не приведут к ее к этой цели. Это похоже на то, что если нам, например, надо ехать в Сочи, мы садимся на поезд, который едет в Тюмень. То есть очень часто молодые люди, они поступают таким образом. То есть вроде бы цели хорошие, но образ жизни, он не приведет к этому результату. Любая девушка должна обернуться вокруг себя и посмотреть, ну кто вокруг меня? То есть если это вокруг меня те, которые действительно в этот мир несут что-то светлое, мне нужно как можно дольше быть в этом обществе. Но если я вижу, что вокруг меня те, кто говорят грубо, злобливые, те, которые завидуют, постоянно критикуют, нужно бежать из этого рассола как можно быстрее. Счастье может женщине принести только успех в личной жизни. Успех в личной жизни – это не сексуальные похождения, которые пока девушка молода, они могут приносить какое-то еще наслаждение. Личная жизнь – это успех в семейной жизни, насколько она сможет создать хорошую семью, иметь здоровых, счастливых детей. Лика, подскажи, пожалуйста, как встретить достойного парня? Хочется настоящих, искренних отношений, взаимопонимания, любви. Очень важно, прежде всего, научиться уважать себя по-настоящему. Это значит избегать компаний, где матерятся, курят, пьют, не растрачивать себя на несерьезные отношения. Важно правильно одеваться, следить за своей речью, ведь если ты хочешь встретить принца, нужно стать принцессой. Девушке нужно научиться базовым вещам. То есть базовая вещь – это первое, это понять себя, кто я, своя есть конституция, своя природа, свои сильные стороны, свои слабые стороны. Поэтому это первое – это самопознание. Для этого сейчас очень много всевозможных тренингов, семинаров, для того, чтобы они научились понимать себя глубже. Только понимая свою природу, только рассыкрывая предназначение женщины, она может быть счастлива. Любой поступок рождается мыслью, поэтому девушке очень важно научиться благородно мыслить. И для того, чтобы научиться благородно мыслить, девушкам нужно найти пример. Пример в жизни вот таких женщин уже состоявшихся. Если у девочки появляется пример такой женщины, она начинает понимать, что это такое. Каждой девушке я бы хотела пожелать, чтобы дождаться дождаться того единственного любимого мужчину, который станет мужем, сохранить эти отношения трепетные до свадьбы, сохранить эти трепетные отношения, чистые отношения, хранить в браке, любить друг друга, иметь потрясающее интимное отношение и иметь потрясающие дружеские отношения и любить друг друга по-настоящему. И я просто желаю каждой девочке, каждой девушке осознать то достоинство, которое в нас вложено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok